Вот наша фигурка Совершенного Человека-паука. Версия Алекса Росса. Костюм. Так. Ну, королокка, в принципе, такая же, как и мои прошлые фигурки. Алтинейт Жука. Ну, тут ещё подписаны названия тех частей тела Зелёного Гоблина, которые прилагаются к каждой фигурке. Да, ну и нечего тут рассказывать, всё то же самое, смотрите обзор прошлой фигурки из этой же серии Marvel Legends Spider-Man. А я раскрываю коробку. Нифига мне ножницы. Так, открою. И вот я уже открыл коробочку. Ну, как снял скотч. И вытаскиваем коробочку, которая внутри находится с фигуркой. Коробочку. Убрасываем. Ну, то же самое, что и прилагалось к предыдущей фигурке. Как собрать Зелёного Гоблина. Ничего нового. И у нас здесь фигурка, которую мы сейчас будем обычно откроем. Нога Зелёного Гоблина. Всё хорошо. Ничего, никаких непонятностей. Всё нормально. Так, что ещё здесь? Аккуратненько надо. Руки. Ну, когда он пускает плутину Человека-паука. Вот такие вот две. И сам Человек-паук. Сейчас вытащим его потихоньку. Вот. Вот наша фигурка. Теперь её же Спайдермена. Посмотрим, как у неё тут всё гнётся. Гнётся всё хорошо. Отлично. Всё двигается. Всё просто замечательно. Сейчас я приближу и покажу, что можно делать с этой фигуркой. Итак, подведём итоги. Что у нас есть в результате моей второй покупки? Фигурка. Совершенного Человека-паука. Сперёд Спайдермена. Которой прилагаются две руки, стреляющие паутиной. Нет, ну они не стреляют паутиной, просто в таком виде. Далее. Фигурка. Алтимейт-жука, к которой ещё прилагаются крылья. Ну, на неё есть отдельный обзор. И ещё у нас есть нога зелёного гоблина. Гоблина левая. И нога зелёного гоблина правая. Я постараюсь купить ещё несколько выпусков Marvel Legends Infinite Series Spider-Man. Но это вся распаковка и обзор фигурки.